Здравствуйте, друзья! Сейчас мы напишем вот эти пионы, и будет некоторое прочтение фотографии. Мы будем адаптировать язык фотографии на язык живописи. Мы будем адаптировать язык фотографии на языке изображения. Так... Беру разбавитель. Белило. Охру. Немного розовый. Немного синий. Фотография у нас белая, но мы сделаем ее в цвете. Рыжие мотивы. Немного синий. Немного... Как бы это сказать... Немного придушим, при... Припачкаем синим. Количество краски кроющие. Охра. Розовый. Белило. Валь. И ультрамарин. И ультрамарин. И ультрамарин. И ультрамарин. Ультрамарин. Для старта работы... Хороша строительная кисть. Благородные кисти тоже хороши. Но именно для старта лучше строительная. У нее толщина ворса. И большой захват штриха. Ультрамарин. Теперь возьмем... Белило. Синий. Розовый. И как бы цветом воздуха... Чуть-чуть наполним пространство вокруг пионов. Эффект воздуха. Эффект воздуха. Приnten. Получ段 алкогизм. Машь ухл. Готовая. bypassizing штриха. Белировая передачи, Пичажим. Штрих. Нижний слой мигает из-под верхнего. Появляется живописная завязка или укладка. То есть не перекрашиваем, а добавляем. Подожду, когда вы выполните эту задачу. Следующая задача, мы наберем цветы. Тряпка ХБ. Размером больше, чем кисть руки, но не намного. Делаем из нее тампон. Белило. Розовый. Выше середины наберем пятно цветков. Пятно цветков. Почему тряпкой? Тряпка собирает лишнее вещество с холста. Впитывая его в себя. Это даст удобство для выписки лепестков. Это будет более комфортно для выписки лепестков. Кистью. Пейнбраш. Возьмем черный и изумрудную. И примерные очертания темной зелени. Добавляем немного желтенького. Добавляем немного белого. Вытянем стволы. Подожду, когда вы выполните. Стекло. Это муть, увенчанная бликом. Взял голубой. Немного охры. Примерные очертания. А дальше мыть. Муд. Можно для настроения дать пару бликов. Для муд мы можем добавить несколько флэр. Возьмем белила. Нашей большой кистью. Уложим лежачую плоскость. Свет идет отсюда туда. Поэтому здесь расположилась тень. Цветки могут торчать туда глубоко. И дополнять эту тень. Еще проявлениями. Полосочек. Центральную часть усилим контрастом. Свет из-под теневой. Обычно свет из-под теневой создает эффект пространства. Обычно свет из-под теневой создает эффект пространства. А свет отсюда. А здесь теневая. А свет отсюда. А здесь теневая. Свет из-под теневой. Здесь светлить в такую меру не надо. Важен именно свет из-под теневой. Зеленую с охрой возьму. Свет из-под теневой. И дно. Толстое дно стекла выразил. Свет проник сюда и ударился в этой части сосуда. И вот так. Свет из-под теневой. И вот так. Свет из-под теневой. Свет из-под теневой. Свет из-под теневой. Уже вертикальная прозвучала. To make the vertical plane sound. Я ей дам утемнение. I'll give some dark here. Ну, с таким пленэрным эффектом, то есть синечка, немножко розового и, конечно же, охра, которая у нас присутствует. Сейчас у нас в работе будет вот этот палец. Берем розовый и моделируем множество. Моделируем множество. Его теневые места. Шадрые места или вит.